здравствуйте в эфире программа городские встречи в студии валерий седов сегодня у нас гостях михаил ковалев старший государственный инспектор отдела ветеринарного контроля и надзора здравствуйте здравствуйте все вот у нас близится майские праздники но самое главное у нас это что это шашлычок на природе ну а для шашлыка нужно выбрать хорошее правильное мясо чтобы праздники прошли хорошо вот давайте наверное начнем с главного вопроса где и как выбрать его ну смотрите в любом случае руководствоваться в первую очередь надо что где не нужно покупать мясо до опасно покупать на уличных лотках в местах несанкционированной торговли вдоль дорог бывает у машин до в первую очередь всегда откажитесь такой покупки потому что чаще всего на приобретаемый в данных местах вид продукции мясной будут отсутствовать документы которые подтверждают качество безопасность данного мяса есть риск приобрести мясо зараженного животного или не дай бог не так давно падшего животного и в целом приобрести тогда не только какие-нибудь инфекционные заболевания но и паразитарные покупайте мясо лучше у нас на стационарных местах рынка города торговых центрах где всегда есть контроль за продавцами если это мы говорим о рынках до санитарной педагогическое благополучие осуществляет ветеринарный специалист рынка где у продавца всегда будет ветеринарная справка которая также подтвердит качество и безопасность продукции реализуемым на прилавках нашего города вот и в целом гражданам нашего города рязани до не стесняйтесь спрашивать для того чтобы понять что имеются ли документы на данное мясо если вы хотите приобрести его для дальнейшем каких-либо целей ну вот наверно вопрос спроса документов потому что многие рязанцы наверно сколько тоже там не хожу нигде никто никогда не спрашивает документы кто-то может быть стесняется кто-то не знает что вообще так можно и что должны предоставить но допустим мы нашли точку где нам и предоставили документы все и говорят вот выбирайте как выбрать мясо такое чтобы скажем так и себе и всем гостям которые на первомай позвал понравилось ну на в первую очередь это дело вкуса да опять и какое мясо мясо у нас опять бывает охлажденное замороженное да конечно мы сейчас в первую очередь скажу на вкратце что замороженное мясо на конечно же уступает по качеством охлажденному да то есть она пара на лептическим свойством уступает все мы знаем что в процессе заморозки приходит денатурация белка и тем самым она может быть хуже но мало ли кому-то нужно куда-то ехать далеко или еще что-то для того чтобы потом в процессе это знаете что замороженное мясо ни в коем случае не размораживать в микроволновке достаточно стандартной процедуры положить в холодильник где она приобретет нормальный температурный режим для дальнейшего маринада приготовки для шашлыка если же мы говорим об охлажденном мясе опять-таки какое мясо до желает это будет мясо курицы баранина свинина говядина до птица в принципе большой выбор ассортимента представлен нас на торговых прилавках как города рязань так и области и районов в данном случае в первую очередь обращайте внимание это внешний состояние мясо это цвет запах естественно без опять таки если уже более подробно говорить о каждом моменте до критериев этого до в первую очередь запах который не должен у нас быть отталкивающим который должен быть наоборот располагать не должны быть каких-то ярких неприятных запахов которые отталкивают нас от покупки до опять таки внешний вид без определенных каких-либо кровоподтеков кровоизлияния на мясе не должно быть не вот любой мясо на должно быть у нас быть слегка подсушенным красноватым не липким вот при этом если же вы все-таки не уверены в покупке если у вас есть сомнение есть неприятный запах какой-то не устраивает внешний вид вы лучше откажитесь от данной покупки дабы чтобы не упоморочить свой праздник который будет в дальнейшем где будет жариться мясо если говорить наверное о вкусовых предпочтениях не рекомендациях а просто именно вкусовых предпочтениях то есть например для меня я считаю что как бы классика это свиная шея замаринованная дата какие вот предпочтение у вас да может быть там натолкнем рязанцев на какой-то выбор ну конечно первоочередно наверно как я с вами соглашусь свиная шея она сайта самый распространенный самый лучший вариант потому что по выбору мяса по сочности наверное мясо принципе это самый лучший вариант из того что можно предположить а так может быть может быть я просто не умею видеть другие видами заготовить так как другие поэтому просто от вида в рецептур до каждый выбирает по своему желанию опять же таки курица она у нас легче в приготовлении да она проще она быстрее как по маринаду так и по приготовлению уже на углях вот а свиная шея это наверное самый вот именно та золотая середина которая необходима при выборе мяса может быть есть желание у кого-то брать какое-то мясо на кости да просто не стоит забывать о том что за недожаренного мяса вы знаете что употребление в пищу до недожаренного недоваренного мяса всегда есть риск привести могут к паразитарным инфекциям или инфекционным заболеваниям каким-либо а вот да вот такой любопытный вопрос может быть не знаю может быть это в моем прошлом только было но в целом же есть какое-то такое как правильнее сказать наверное наставление что да какая разница какое мясо сейчас обжарим всех паразитов значится мы убьем обжаркой то что мясо плохое ну и чё сейчас пожаримся запахи отобьется может можно ли скажем тогда немножечко тот выбор вяз вот мы говорили что если сомневаетесь в покупке отложите может ли вот скажем так все плохое что есть в мясе убить вот это термальная обработка и остальная обработка и съев такой кусок мяса в котором вы не уверены все произойдет хорошо нет это наверное больше стереотипа того что термическая обработка убивает различного рода бактерий да может быть каких-то это а если опять же такие мясо изначально зараженное продается без документов неизвестно какой болезни да если имеется ввиду то пищевое отравление это минимум что может получить человек при этом не убив те микробы которые имеются в мясе зараженной инфекции или болезни мы говорили еще вот о вкусовых предпочтениях и вот некоторые любят делать наш шашлык стейк из рыбы вот давайте немножечко про это уделим внимание как подобрать если вот вы гурман в этом плане как выбрать себе такое мясо рыбы наверное рыба это такой тоже специфичный вид продукта какие-то категории на граждан это любит но опять-таки при выборе рыбы в первую очередь обратите внимание чтобы покровы рыбы были без видимых каких-либо повреждений для того чтобы целостность было вот наверно самый главный признак которые все знают да это вам глаза рыбы не должны быть мутными если они мутны это признак уже испорченные рыбы вот и и чаще всего она представлена в замороженном виде внимание обращайте на заморозку то есть единично заморожена раза в замороженной рыбы имеет тонкий слой глазури вот а в случае того что если имеются наледи какие-то либо уже большие утолщения льда воды скорее всего это продукцию неоднократно размораживалась не вот и в таком случае есть риск приобрести неликвидный товар данный ну и также спрашивать про документы у продавцов аналогично не стесняйтесь это ваше право где если если продает все уже отказывается наверное все таки стоит подумать а стоит ли приобретать данный товар особенно если это речь идет у нас на ярмарках выходного дня где у нас граждане очень любит проводить выходные дни приобретать хорошие продукции вот тем не менее обращайте внимание наверное еще у нас есть такой момент немаловажный сейчас будет будьте плюсовые температуры будет жарко для того чтобы реализуемые товары у нас всегда были у нас в холодильных витринах потому что если написано на на продукции что он должна соблюдаться там плюс два плюс четыре значит она и должна быть такое они когда она лежит у нас на столе на прилавке без холодильного оборудования плюс 18 да тут тоже есть свои риски при дальнейшей покупке не вот обращайте на это внимание при приобретении каких-либо товаров животного происхождения такой вопрос вот выбрали мясо сколько это мясо скажем так может храниться может мариноваться то есть ну допустим кто-то купил сразу решил быстренько замариновать быстренько съесть все нормально если там в холодильнике замариновать на день на два на три сколько так вот она может храниться вот не в морозилке вот в обычной камере сколько чтобы она не пропала скажем но опять-таки в любом случае вы его обрабатываете маринуете но при этом как бы сроки годности от этого не у нас не увеличится от того что мы его замариновали это при температуре которая установлена производителем на опять на разный вид категории товаров будет рыба мясо да и птица есть свои сроки годности вот в пределах этого срока годности даже с учетом того что вы замариновали его и стараться его уже употребить хотя бы так мы с вами говорим о мясе который вот скажем так люди у которых есть время они прошлись по рынку выбрали мясо замариновали вы нарезали но есть люди которых вот позвали на шашлыки они сказали да сейчас заедем возьмем какой-нибудь уже замаринованный шашлык таки тоже есть как такое мясо выбрать вот замаринованное не тобой до тебя согласен не у каждого есть время чтобы сходить на рынок выбрать его хочется побыстрее поскорее не каждый располагает временем да поэтому многие могут купить готовый шашлык маринад в таких случаях в первую очередь обращайте внимание на упаковку будет это упаковку нас в вакууме да тогда она должна быть нас без каких-либо вскрытые чтобы она не была вскрытой без каких-либо подтеков либо этому бывает чаще пластиковой емкости да для того они не должны быть нас вздуты вот что говорит уже о том что скорее всего не соблюдается температурный режим хранения мяса в таких моментах еще особое внимание обращайте на маркировку товары где в принципе расписано условия хранения и сроки годности данного мяса при определенной температуре а сам цвет мяса какие-то вот такие детали которые можно там допустим по срокам бывает ведь к сожалению такое в наших торговых точках когда просто допустим там стикер со сроком годности заклеили новым сикером сроком годности и так далее продлевая да может быть как-то по самому этому ну по внешнему виду если мясо замаринована и чаще всего умеет дельцы умеют делать так что даже по внешнему и по запаху мы с вами не определим до того момента не да бог если на этапе готовки и лежу уже на этапе потребления мяса не поймете что мясо изначально было чем-то замаскированы испорчено если говорим о том же мясо был вот тут уже по внешним признакам этого не понять но в случае в любом случае если вы приобрели некачественное мясо поняли что это приобрели некачественное мясо вы вправе обратиться в контролирующий орган опять-таки к нам в управление на россельхознадзора направить обращение с описанием всех моментов которые что случилось у вас и мы уже примем меры в соответствии с законодательством михаил спасибо большое что стали сегодня нашим гостем ответили на интересующие нас вопросы на этом мы с вами прощаемся хорошего дня и до встречи в эфире